Всем привет, ребята! Нашел интереснейшую статью, которая, возможно, станет историей каждого человека на этой многострадальной планете. Звучит совсем фантастически или утопически, ну да ладно. Биткоин спас мою семью. Эту статью написал экономист Карлес Эрнандес из Венесуэлы, между прочим. Как вы, наверное, знаете, в Венесуэле происходит что-то страшное. И это что-то имеет настолько негативное влияние на местную валюту, что люди шьют себе сумки из этих бумажек. Смотря на это, просто вдумайтесь, насколько все плохо на самом деле. Если вы хотите прочесть эту статью самостоятельно, ссылка на оригинал будет в описании под видео. А в своем телеграме я оставлю перевод этой статьи. И как обычно, ребята, если вам нравится этот вид контента, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. Меня это очень мотивирует. Ну а теперь наливайте чай, открывайте пачку с печеньем и погнали. Во вторник я ходил в магазин за молоком. С хронической нехваткой продовольствия Венесуэли эта миссия стала очень сложной. Но для меня это не единственная проблема. У меня нет боливаров, официальной валюты Венесуэлы. Я храню все свои деньги в биткоине. Хранение их в боливарах было бы финансовым самоубийством. В последний раз, когда я проверял, уровень ежедневной инфляции составил около 3,5%. А годовой уровень инфляции за 2018 год состоил почти 1,7 миллиона процентов. У меня нет банковского счета за границей. А с валютным контролем Венесуэлы у меня также нет возможности использовать обычную иностранную валюту. Например, американский доллар. Здесь все становится безумнее. У Венесуэлы сейчас два президента. Один из них Николас Мадуро, который хочет взять на себя роль британского миллиардера Ричарда Брэнсона в конкурсе благотворительных концертов. Пока мы, венесуэльцы, голодаем. А на границе с Колумбией и Бразилией происходят жестокие столкновения из-за гуманитарной помощи. Поэтому, прежде чем купить молоко, мне нужно конвертировать биткоины в боливары. На самом деле, эта часть проще, чем вы думаете. Я просматриваю предложения на localbitcoins.com. Это такая биржа, которую, похоже, использует большинство венесуэльцев. Я ищу предложения купить мои биткоины у людей, которые используют тот же банк, что и я. Таким образом, банковский перевод может пройти немедленно. Как только я принимаю предложения, биткоины ведь читаются из моего кошелька и удерживаются сайтом в условном депонировании. Я отправляю свою банковскую информацию покупателю и жду. После того, как покупатель отправляет мне боливары по безналичному расчету, я освобождаю биткоины от условного депонирования и они переводятся в биткоин-кошелек покупателя. Мы даем друг другу положительные оценки и все. Весь процесс занимает около 10 минут. Оказывается, я не единственный венесуэлец, использующий криптовалюту. Bloomberg сообщил, что 17 апреля местный рынок биткоина побил рекорд, достигнув 1 миллиона долларов. Венесуэла занимает второе место в мире по объему активности на localbitcoins.com после России. Согласно веб-сайту Coindance, который отслеживает криптовалютные транзакции, в течение недели, которая закончилась 16 февраля, люди в Венесуэле наторговали около 7 миллионов долларов в биткоинах против 14 миллионов долларов в России. Я конвертирую по среднему обменному курсу биткоина, который был на прошлой неделе. Это многое говорит о стране, пережившей пятый год спада, чья экономика сократилась примерно на 18% в 2018 году. Я не могу обменять слишком много биткоинов за одну транзакцию. Правительство не отслеживает транзакции криптовалюты, пока что. Но оно отслеживает транзакции в боливарах, и любая сумма около 50 долларов и больше автоматически заблокируется на вашем счету, пока вы не объясните своему банку, откуда поступили средства. Тем не менее, можно сказать, что криптовалюты спасли нашу семью. Теперь я покрываю расходы нашей семьи самостоятельно. Мой отец государственный служащий в типографии, без бумаги, который зарабатывает около 6 долларов в месяц. Моя мама домохозяйка, которая вообще без дохода. А криптовалюты помогли моему брату Хуану сбежать из Венесуэлы прошлым летом. В течение многих лет он пытался заработать здесь в качестве адвоката. Но во времена гиперинфляции все постоянно становятся беднее, включая и клиентов-адвокатов. Хуан зарабатывал так мало, что фактически тратил деньги на работу. Покупка канцелярских товаров, например, или проезд на такси. В конце концов, он сдался. В начале прошлого года он начал заниматься графическим дизайном и переводами онлайн. Но большинство веб-сайтов платят за внештатную работу через PayPal или чем-то подобным. Что мы не можем использовать, потому что контроль за обменом позволяет венесуэльским банкам использовать только местную валюту. Что касается внешнего мира, то даже те из нас, у кого здесь есть банковские счета, фактически не имеют власти над своими банковскими операциями. Поэтому Хуану пришлось обратиться к криптовалюте, чтобы получать оплату. Благодаря этим заработкам он начал думать о том, чтобы покинуть Венесуэлу. Он смог купить то, что ему было нужно для поездки в Колумбию. Одежду, рюкзак и смартфон. Он отложил немного денег и даже немного прибавил в весе, что является аномалией здесь в эти дни. Криптовалюты также помогли ему во время той самой четырехдневной поездки. Венесуэльские военнослужащие на границах имеют определенную репутацию по отъему денег у людей, которые хотят уехать. Но Хуан, который хранил свои средства в биткоине, имел при себе только пароль, который он знал. Деньги без границ — это больше, чем модное слово для тех из нас, кто живет в коллапсирующей экономике и рушащейся диктатуре. План состоял в том, чтобы он отправил деньги домой через криптовалюту после того, как заработал бы достаточно. Вестерн Юнион конвертирует денежные переводы в боливары по официальной ставке правительства, которая часто составляет около половины от ставки на черном рынке. Некоторые посредники действительно конвертируют по курсу черного рынка, и многие из моих венесуэльских друзей, живущих за границей, используют их. Но если у вас нет надежного трейдера, вас легко обмануть. И правительство годами пытается закрыть таких посредников, поэтому использование биткоина здесь будет дешевле, быстрее и безопаснее. Мы все выяснили, но тогда Хуан не смог найти достойную работу в Колумбии. Через три месяца у него закончились деньги, и мне пришлось отправить ему биткоины, чтобы он мог вернуться в Венеселу. И даже здесь криптовалюты могут зайти так далеко. Во вторник, после того, как я обменял свои биткоины на боливары стоимостью около 5 долларов, я пошел за молоком. Я ходил в разные магазины, которые находились недалеко от моего дома, и которые не закрылись в течение прошлого года. Ни в одном из 20 магазинов не нашлось молока. Но мне нужно было что-то купить, пока мои боливары не потеряли свою ценность. Поэтому я купил сыр в магазине, где был только сыр. Что ж, ребята, каково это жить с валютой, которая обесценивается с каждой секундой, причем настолько, что ты хочешь потратить ее как можно быстрее. И купить сыр вместо молока, лишь бы избавиться от этих бумажек. А теперь задумайтесь, те деньги, которые сейчас лежат у вас в кошельке, тоже теряют покупательную способность. Просто не так быстро. И, возможно, когда-то ваши потомки будут писать о том, что биткоин их спас. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк или дизлайк, комментируйте, делитесь видео с друзьями. И обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok